Вертолеты большие и малые. В новом цехе авиаремонтного завода стало возможным ремонтировать вертолеты всех типов. Начины вместо Таиланда. Министр природных ресурсов Новосибирской области рассказал о развитии экотуризма. Робин Гуды из Сибири. Теперь Росгвардия лицензирует охотничьи луки и арбалеты. А теперь подробно расскажем о самых главных событиях дня. Перспективы экологического туризма на особо охраняемых природных территориях обсудили специалисты на округлом столе. Мы выяснили, что мешает развитию этого направления активного отдыха, какие экотропы есть в нашем регионе, что можно ждать в будущем и есть ли вообще у Новосибирской области шансы стать популярной в этой туристической сфере. Экологический туризм в настоящее время в тренде во всем мире. В том числе и у нас потихоньку это направление познавательного активного отдыха развивается. К примеру, в районе горы Зверобой на особо охраняемой территории энтузиасты при поддержке региона создали две экотропы. Та же тропа Зверобой, которую мы организовали как экологическую тропу, она тоже начинает проходиться очень интенсивно. Там появляется дополнительное количество людей, которые, ну, скажем так, уже становятся существенной экологической нагрузкой. А учитывая, что эта тропа попадет во многие путеводители, мы вправе ожидать, что поток людей увеличится еще больше. Действительно, такие тропы необходимо поддерживать, тот же мусор убрать. И чтобы это стало возможным, надо выделить их в отдельные объекты. Но это в настоящее время при действующем законодательстве совсем непросто. Земли, по которым проходит тропа, могут принадлежать разным субъектам и иметь разное назначение. Но это как раз и предполагает, что мы этому объекту должны придать правовой статус, мы должны решить земельные вопросы, мы должны решить еще целый ряд организационных вопросов для того, чтобы он появился как объект. И, соответственно, мы могли потратить какие-то деньги. Как только все эти вопросы решатся, в Новосибирской области могут появиться и другие экологические направления. На самом деле перспектив много. Ландшафты самые разнообразные. Это и ремы, это и ельники, это и, так скажем, территория в окрестностях озера Большой Чины. Там много интересных мест. И как раз все они с разным доступом. И самое главное – способность воспринять по-разному антропогенную нагрузку. И, конечно, посещение большинства таких туристических объектов ожидаемо станет платным. Эти деньги пойдут на их содержание и поддержание экологического баланса. Ведь главное, чтобы тропа не перевела к уничтожению сибирских памятников природы, с которыми так приятно и интересно знакомиться. Новосибирский авиаремонтный завод становится уникальным российским предприятием с расширенными возможностями. Во-первых, там запустили цех, в котором теперь можно ремонтировать самые большие в мире вертолеты. Во-вторых, Нарс получил право самостоятельно вносить изменения в конструкции винтокрылых машин семейства МИ. На открытии новой производственной площадки побывал наш корреспондент. Новосибирский авиаремонтный завод, новый просторный цех, начал строить два года назад. И вот все работы завершены. Теперь здесь могут с комфортом ремонтировать не только Ми-8, но и Ми-26, самый тяжелый серийный вертолеты в мире. Событие важное для всего региона, поэтому в открытии площадки участвовал губернатор Новосибирской области. Но больше всего приобрели, конечно же, завод и холдинг вертолета России, в который входит предприятие. Сегодня можно говорить о том, что пропускная способность завода, конечно, увеличивается. Здесь можно увидеть вертолеты Московского авиационного центра, Министерство обороны, МЧС. Поэтому, конечно, мы для себя видим о том, что здесь еще есть возможность ремонтировать вертолеты заказчика. И мы ведем работу в холдинге для заключения контрактов. И в ближайшее время, я думаю, мы сможем порадовать заводчан новыми контрактами. Но Нарс известен не только ремонтом вертолетов в своих цехах, но и обширной сервисной сетью во многих странах мира. Теперь же здесь развивают новую услугу. Мы в прошлом году демонстрировали на выставке МАКС мобильный сервисный центр, часть его. Соответственно, мы продолжаем эту работу для того, чтобы спроектировать, произвести мобильный сервисный центр. Он состоит из шести контейнеров для обеспечения выездных ремонтов как в Российской Федерации, так и за рубежом. Это позволит в том числе Нарзу занять свою нишу в этой части, ну и, конечно, повысить качество и оперативность ремонтов за рубежом. А еще в декабре прошлого года завод получил сертификат разработчика. Теперь местные специалисты могут вносить некоторые изменения в конструкцию машины, так называемые второстепенные доработки. Второстепенные доработки – это то, что впрямую не влияет на безопасность полета. То есть мы можем производить улучшающие доработки вертолетов, которые могут повысить комфортность, дальность и расширить возможности вертолетов. К примеру, тепловизор установить компоненты радиосвязи, поменять на современные или кресло удобные по стае. Все вышесказанное рисует четкую перспективу развития предприятия. Видят ее и в холдинге, поэтому на развитие всех этих компетенций, включая и местный учебный центр, планируется потратить в ближайшие три года до 300 миллионов рублей. Так что Новосибирск, похоже, и дальше будет позиционироваться как город летчиков и авиастроителей. В центральном районе нашего города прошел рейд по обращениям новосибирцев о некачественном содержании придомовых территорий многоквартирных домов. В ходе проверки муниципальная жилищная инспекция мэрии оценила качество уборки от снега проездов и тротуаров вдоль домов, проведение антигололедных мероприятий, устранение льдообразований и наледи на карнизах. Каким выводом пришли специалисты и как обстоят дела с уборкой дворов от снега в Новосибирске, расскажет Василий Акимов. Улица Чеплыгина, 109. От жителей этого дома в течение зимы поступили несколько обращений по поводу уборки дома и прилегающей к нему территории. На место выезжали специалисты муниципальной жилищной инспекции. На этот раз нарушений не выявили. Идет активная уборка при домовой территории, вывозится снег. Все вроде бы нормально. Ну как бы в пределах нормы, по правилам благоустройства все соответствует. Жалобы на работу управляющей компании поступают в муниципальную жилищную инспекцию регулярно. И в каждом случае специалисты приезжают в тот или иной двор и на месте разбираются со сложившейся ситуацией. Специалистами комитета муниципальной жилищной инспекции в период от 28 февраля по 5 марта осмотрено 206 домов. Выявлены замечания 3% по льдообразованиям и навесам на кровлях, 6% по отсутствию уборки при домовых территориях. Составлено и передано в комиссию 12 протоколов. Два протокола находятся еще в работе. По сам депутата горсовета Сергея Сухорукова уборка при домовых территориях зависит прежде всего от активной позиции жителей самого дома. У нас за территорию дома отвечают собственники. У нас в каждом доме есть хозяева. Хозяева – это его жители. И в первую очередь зависит только от них, как будет убираться. Уходящая зима выдалась снежной. И многие управляющие компании зачастую просто не справляются с поставленными задачами по уборке снега. Тем не менее, зачастую и жители некоторых домов, пытаясь экономить на вывозе снега, создают определенные трудности. Ну, чаще всего люди у нас ответственные. Они включают в тариф необходимые работы и контролируют их выполнение. Говорить о том, что с уборкой снега у нас в городе полный порядок, вряд ли возьмется даже самый заядлый оптимист. Погода приготовила для Новосибирска настоящие испытания снегопадами. Декабрь выполнил месячную норму по осадкам на 190%. А в феврале их выпало больше двухмесячных норм. Сейчас ситуация нормализуется. Перед управляющими организациями стоит задача до прихода тепла убрать накопившийся снег во дворах и не допускать появления сосулек на крышах домов. В новосибирских школах начнут внедрять систему распознавания лиц. Она будет блокировать доступ в учебное заведение посторонних лиц без специального разрешения. Помимо этого будет реализовано решение по реагированию системы на фиксацию резких движений и подозрительном поведении. Опытный прототип системы уже работает на территории ЛТЭКСа, а также в НГТУ, сообщает АСС. В Новосибирске запустить пилотный проект «Умная школа» планируют уже во втором квартале 2020 года. В настоящее время формируется список учебных заведений. В рамках выставки «Активный отдых. Охота, рыбалка, туризм в Сибири», которая в эти дни проходит в Новосибирске, свою экспозицию представили и Росгвардия. Наша съемочная группа там побывала и выяснила все про новшества в лицензионно-разрешительной системе. Наш следующий репортаж об актуальных правилах приобретения и хранения гражданского оружия, а также об оружии метательном, охотничьем луке и арбалете. В Новосибирской области в настоящее время насчитывается более 80 тысяч владельцев гражданского оружия, на руках у которых находится свыше 140 тысяч различных стволов. Теперь же с конца января 2020 года, когда вступили в силу поправки к закону об оружии, появился новый термин – охотничье метательное стрелковое оружие. К этой категории приравняли луки, сила дуги, которых составляет более 27 килограмм силы, и арбалеты с данным показателем свыше 43. Так что статистика по гражданскому вооружению, вероятно, дополнится еще одним понятием. Вот только приобрести такое оружие позволено далеко не всем. У нас вид разрешения на право хранения и ношения, он выдается на гладкоствольное, на оружие ограниченного поражения и нарезного. Вот если у вас есть разрешение на право хранения и ношения гладкоствольного оружия и нарезного оружия, вы тогда по этому разрешению можете приобретать лук либо арбалет. По-прежнему россиянам нельзя иметь короткоствольное, огнестрельное и автоматическое нарезное оружие. И, похоже, данное положение еще долго не изменится. А вот ответственность владельцев гражданского оружия может только расшириться. Пока же ситуация остается следующей. То есть не допустить кражу, не допустить утрату гражданского оружия. Это самое главное, что несет у нас наказание по нашей законодательной базе. Появляется нарушение и не допустить, чтобы из вашего оружия, если вы его как-то потеряли, кто-то им воспользовался. Чтобы потом не понесло это каких-то последствий. Впрочем, статистика показывает, что далеко не все охотники в Новосибирской области строго придерживаются правил хранения и ношения огнестрельного оружия. В 2019 году Росгвардия провела более 80 тысяч проверок и выявила порядка 4 тысяч нарушителей, которых привлекла к административной ответственности. К тому же свыше 4 тысяч единиц оружия было изъято. Чаще всего сибиряки забывали вовремя продлевать лицензию и неправильно хранили ружья и карабины. Как будут обстоять дела с луками и арбалетами, еще никто сказать не может. Театр «Красный факел» готовится встретить свой столетний юбилей. По случаю этой даты в нашем городе пройдет целая череда праздничных мероприятий. Какие сюрпризы ожидают театралов и где пройдут торжества, смотрите в следующем сюжете. Театру «Красный факел» 100 лет. От своей традиции удивлять и экспериментировать театр не отказался и во время празднования столь солидной даты. Каждую неделю с 20 марта по 16 апреля «Красный факел» будет ждать зрителей на очередной премьере, рассказал на пресс-конференции директор театра Александр Кулябин. Конечно, волнение у нас у всех есть, но сейчас такая очень рабочая атмосфера. Театр решил отказаться от традиционных исторических экспозиций в собственных интерьерах и вышел за пределы своего здания. Выставки, посвященные «Красному факелу», пройдут в Новосибирском доме актера и на площади Ленина. Обнаружились не только видеозаписи последних летних уже десятилетий, но даже аудиозаписи с репетицией Веры Павловны Редлих. Вот, например, сейчас мы занимаемся оцепровкой этих материалов. И масса других уникальных вещей, которые позволяют проследить историю театра не просто с 1932 года, с появления «Красного факела» в Новосибирске, но буквально с основания, с 20-х годов. Это все оригиналы, вот они хранятся в коллекции «Дома актера». А уже 3 апреля в кинотеатре «Победа» стартует фестиваль, во время которого покажут видеоверсии лучших спектаклей этого театра. Это прекрасные спектакли «Красного факела», которые все вы давно знаете наверняка, и многие из них очень, да, я, например, люблю. Но особенность еще в том, что эти спектакли, те, которые уже сейчас не увидишь на сцене театра, те, которые уже театр более такое эфемерное искусство, приходят и уходят спектакли, все меняется, а кино обладает такой вот магией запечатленного мгновения. Это лишь малая часть сюрпризов, которые приготовил «Красный факел» вместе со своими друзьями к 100-летнему юбилею. Само празднование пройдет 15 и 16 апреля на сцене театра. Однако даже после этого юбилейные события не заканчиваются. Главным среди них станет межрегиональный театральный фестиваль-конкурс «Новосибирский транзит», который с 20 по 28 мая объединит театры Урала, Сибири и Дальнего Востока. В общем, по словам организаторов юбилейных торжеств, они приготовили немало сюрпризов, способных удивить самого искушенного зрителя. Тем более и выбрать что-то под свой вкус есть из чего. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует...